6.25 показывает студийные часы седьмого канала. Как всегда в это время в прямом эфире Hard Talk Show Projector. Я и мой ведущий Максим Молынов. Здравствуйте! Каждый новый эфир ток-шоу – это шанс что-то изменить. Ведь Прожектор выделяет самую острую, самую болезненную тему, чтобы о ней предупредить как можно больше людей. Это очень важная площадка, мне кажется. Это уже, это не просто говорилка в пятницу вечером. Это платформа для решения проблем. Нам очень важно давать в Прожекторе не только что-то яркое, не только какую-то мишеру, а то, что мы можем действительно докопаться до какой-то правды. Работа проделывается действительно колоссальная. От просто задумки до уже ее конечной реализации, до того, как ты скажешь «до свидания», спасибо большое всем гостям, которые придут. Безусловно, мы хотим побольше интерактива. Интерактива со столицей. Сегодня нам дали добро уже депутаты Верховной Рады, которые готовы к нам приезжать. Не побоюсь сказать, что на сегодняшний день эта студия, наверное, лучшая региональная студия в Украине. 5, 4, 3, 1, 1, время. Я могу сказать, что целиком и полностью этот проект, непосредственная идея и воплощение, и все, что с ним связано, координация, он принадлежит главному редактору. Это даже никто не будет из топ-менеджмента обсуждать, потому что она целиком принадлежит идее Ани Кравцовой. Само это слово «прожектор», оно просто у меня плотно засело в голове. Где-то полтора года с момента этого названия до воплощения проекта. Я всегда думала о том, что это должен быть проект действительно как прожектор. То есть он должен освещать самые болезненные точки людского соприкосновения. Он должен быть площадкой для медиации, для налаживания конфликта. Мне не хотелось сделать проект, чтобы был спор ради спора. Хотелось наоборот объединять. Два года «Седьмой канал» этим и занимается, что объединяет. Очень много в регионе стало разорванности между людьми. Социальная незащищенность одних и наоборот превосходство других стало особенно сейчас заметно в связи с нынешней экономической ситуацией. И, конечно, не хотелось просто спорить. И чтобы этот проект был ради красивого красного словца. Нет. Хотелось наоборот, чтобы в итоге каждый из оппонентов приходил к тому, что нужно объединяться, нужно вместе работать на благо города и страны. Прежде всего я хочу сказать, что это площадка, на которой поднимаются самые разнообразные темы. У нас нет никаких ни ограничений, никаких рамок. Мы готовы говорить на любую актуальную тему нашего города и страны в целом. Понимаете, ведь на сегодняшний день есть масса проблем, которых вроде бы, знаете, иногда говорят, даже неудобно говорить. Мы поднимаем все темы. Для нас нет ограничений. Для нас не безразлична судьба нашего города, судьба нашего общества. Мы считаем, что это крайне необходимая передача, поскольку она уже стала какой-то, знаете, социально ответственной. На самом деле сделать такое ток-шоу, чтобы оно было смотрибельным на уровне города, это очень тяжело. Потому что есть аналоги всеукраинские. И, естественно, там работают целые департаменты, работают целые компании, организации, которые помогают. Есть люди, которые прям только этим заняты. Здесь же, естественно, мы делаем все сами и стараемся не уступать ни в чем. Но, как гости, многие говорят о том, что у нас получается это делать, чтобы действительно было на уровне центральных телеканалов. А темы мы ведь берем не только одесские такие местечковые, темы берем масштабные. Не всегда даже украинского масштаба, иногда мирового масштаба. Одна из главнейших фишек ток-шоу заключается в том, что здесь, на этой площадке, встречаются люди разных мнений. Мы никого не выделяем. У нас может быть свое мнение, свое видение. Но в данном случае мы никогда не ставим для себя никаких приоритетов. Мы, наша задача – осветить проблему со всех сторон. Чтобы это стало возможным, вся команда «Хард Ток Шоу Прожектор» проделывает колоссальную работу еще задолго до того, как ведущий переступит порог этой студии. Добрый вечер, пятница. 18 часов 20 минут на часах. Как всегда в это время в прямом эфире на седьмом канале «Ток Шоу Прожектор». Я его ведущий Максим Малынов. Несмотря на то, что телезритель видит картинку уже с экспертами, с участниками непосредственно шоу, с ведущим, идея каждого прожектора – это идея Ани. Это она создает, наверное, тот накал страстей, то, что мы видим, потом уже по другую сторону экрана. Иногда в пятницу вечером, когда заканчивается один прожектор, ты уже абсолютно уверен, что следующий прожектор будет на такую-то, такую-то тему. Ты думаешь, вот, здорово, надо как бы сказать ребятам, следующий точно этот. И обязательно что-то происходит во вторник или среду, и когда ты понимаешь, что вот эти вот эфиры, которые могут выступать вне времени, о вечном поговорим, они отходят на второй план. Мы дискутируем, спорим, часто даже ругаемся. Градус напряжения повышается чем ближе к пятнице, тем более мы напряженно работаем. И часто срываемся друг на друга. Но без этого невозможно работать на телевидении без нервов, нервных срывов, каких-то руганий постоянных, потому что все работают на пределе, к сожалению. Ответственность не только на сотрудниках канала, но и на гостях. Чем более актуальные вопросы мы поднимаем, чем более активно гости, которые приходят на это ток-шоу, участвуют в этом, тем лучше получаются результаты, резонанс, не поднимается тема. В пятницу начинается, как я говорю, апогей-апофеоза, то есть самый-самый пик. Конечно же, больше всех работает наш координатор Ольга, потому что она просто вот фактически, как ей надо объять необъятное, всех-всех вот обнять и всех собрать воедино. Это очень сложная работа, надо достаточно много людей найти, люди все разные, все специфические. И приходится очень большое количество людей обзвонить для того, чтобы собрать как бы нужных людей и как бы чтобы была студия полная. Люди, которые идут к нам на шоу, они, в общем-то, хитрые. Они давно поняли, что основные спикеры, которые сидят вот в основной нашей зоне на студийных диванах и креслах, они имеют возможность говорить больше. У них микрофоны включены всегда. У гостей на трибунах такой возможности нет, но очень часто хочется высказать много. И поэтому гости все время спрашивают Ольгу, а вот где я буду сидеть? Основным спикером либо гостем на трибунах? Иногда очень тяжело объяснить, почему вы не основной спикер. Мы всех любим. Всех 18 человек, которые заходят в студию. Но иногда ты просто понимаешь, что при личном общении ты знаешь, что у этого человека есть такой месседж, который нужно вынести в заглавную. Многие говорят уже, первый вопрос, кстати, наших гостей, когда координаторы обзванивают, я в основных или на трибунах. В трибунах нет ничего унизительного. Основными спикерами у нас остановятся по основным месседжам, которые они несут, а не потому, что кто-то важен, а кто-то нет. Все важны. И все делают прожектор каждую неделю. Иногда в обсуждении участвуют наши одесские журналисты, которые просто не смогли остаться в стороне, ведь им тоже есть что сказать. Мы обсуждали очень такую достаточно сложную тему. Один из прожекторов, который я помню, это по поводу выступления наших украинских звезд на российской эстраде. И сегодня, в период войны, говорить о таких, скажем, заработках, наверное, тоже сложно. И это всегда волнительно, волнительно быть экспертом, потому что ты понимаешь, что ты доносишь какую-то свою точку зрения. И мы сегодня в ответе и за телезрителя, потому что он сегодня должен не только нам верить, но он должен и сам анализировать. Мы иногда оставляем некоторые вопросы без ответов, для того, чтобы человек сам мог думать и сам мог понимать о том, что сегодня происходит в нашей стране и как сегодня каждый из нас должен действовать. Да, я буду участвовать для того, чтобы рассказать о том, что вся эта интернет-паника, которую развели со всеми этими группами смерти, это полнейший бред. Вот такое ощущение, что те же родители, которые паникуют, они в детстве не рассказывали друг другу истории про гроб на колесиках, там красную перчатку, зеленая пианино и там прочие страшилки. Просто раньше этого не было в интернете. Если бы моя мама услышала все, что мы в детстве друг другу рассказываем, все страшные истории, то была бы точно такая же паника. Более того, это очень честная площадка, если вы проследите, что когда появляются наши журналисты, они иногда выражают точку зрения, которая не совпадает с редакционной политикой. То есть каждый прожектор у нас четко есть месседж, что думает редакция в своем большинстве седьмого канала. И когда приходят журналисты наши, вот последний, опять же, пример, и спорят между собой, но мне кажется, это дорогого стоит. Вот это и есть свобода слова, это и есть демократия. Это не означает, что мы не объединяемся в других вещах в общей цели. Но это здорово, что и мы между собой можем поспорить. На сегодняшний день, особенно в Одессе, это лучшая площадка для того, чтобы люди с разными точками зрения имели возможность высказать, почему они стоят на той или иной точке зрения. Хотя это называется ток-шоу, но, скорее всего, это социальная ответственная передача, потому что поднимаются самые различные аспекты жизни нашего общества. Как приятные, так и неприятные. Почему хард-ток-шоу? Сейчас мы меньше это употребляем название, но это инновация. Хоть я абсолютно уверена, что некоторые смеялись над этим, но мне показалось, что это здорово объединить два жанра. Хард-ток – сложный действительно разговор. Я думаю, что никто не поспорит с тем, что некоторые выпуски «Прожектор» – это действительно сложный разговор. Это, казалось бы, вопросы в вечность. И жанр ток-шоу, что-то более интертеймент, более такое хлеба и зрелищ. Вот так. В самом названии ток-шоу заложена вся суть нашей работы. Зритель хочет шоу. Зритель хочет энергетики. Зритель хочет выплеска эмоций. Причем, чтобы эмоциональный всплеск был такой силы, чтобы зритель просто открыв рот смотрел. Именно поэтому ток-шоу, хотя некоторые мои коллеги считают иначе, ток-шоу вот сейчас, последние, скажем, десятилетия, находится на пике популярности. Я думаю, что так и будет. Потому что это онлайн, это всегда экспрессия, это всегда эмоции, это всегда горячие темы. И зрителю хочется, чтобы здесь происходило что-то вот очень интенсивное. Просто обсуждение, просто высказывание своей позиции, просто, скажем, последовательное изложение фактов – это, наверное, не формат ток-шоу. И мы пытаемся сделать все возможное, чтобы наше шоу было именно таким. Чтобы здесь были действительно настоящие горячие дискуссии. Чтобы здесь сталкивались мнения. Именно поэтому, я еще раз к этому вернусь, мы приглашаем сюда представителей разных лагерей, которые друг с другом противоборствуют. Это горячее противостояние очень часто трансформируется в инструмент, способный решать проблемы людей. Это здорово, когда приходят светила медицины, когда приходят депутаты Верховной Рады, когда иногда на прожекторе решение проблемы какого-то маленького человека, у которого защита всегда, потому что мы являемся маленькими людьми на самом деле. Сразу же какой-то депутат или какой-то чиновник предлагает, ну вот я займусь этим вопросом, и занимается. Это здорово. Многим людям мы помогли финансово. Это однозначно. Как сотрудники канала помогали, так и абсолютно неравнодушные одесситы. Во многих темах, я думаю, мы предостерегали общество. Мало кто знает, что по пятницам перед прожектором я всегда проверяю аптечку, есть ли там успокоительная, честно. И у меня стоит баночка на всякий случай, контролировать гостей, ведущих, наших здесь ребят, которые зачастую сидят за кадром, тоже могут и плакать, и переживать. И, естественно, мы живые люди, мы пропускаем это все через себя. Как бы мы там ни говорили, что нужно отстраняться, нет. Мы все живые, мы это всегда сочувствуем, мы радуемся искренне. Так вот эта баночка у меня стоит всегда на всякий случай, если кому-то, не дай бог, станет плохо, чтобы просто помочь. Мнение людей как бы очень разное. Бывают люди, выходят не все довольные. Как бы бывают, наоборот, довольные. Очень много благодарят, потому что действительно темы берутся очень такие острые, интересные, да, и как бы у них есть возможность как бы высказать свое мнение, донести нужную информацию. Многие говорят, что хотелось бы, чтобы это было побольше, почаще. Но пока что мы останавливаемся на одном раз в неделю, потому что тяжело собрать такое количество людей. Второе, что я хочу сказать, практически после каждого эфира люди благодарят нас за то, что мы поднимаем ту или иную тему. Почему? Потому что здесь люди могут свободно высказаться, на них никто не давит, нет никаких ограничений. Отличное шоу, хороший формат, живой, неконтролируемый практически, потому что даже иногда ведущему приходится попадать в такие тиски, вопросов, ответов, интересных аргументов. И вот эта как раз неподготовленная реакция, живая реакция, она, наверное, самая ценная для телезрителей, для ваших зрителей. Надеюсь, что это шоу не то, чтобы вырастет, а разольется в нечто более, даже серьезное, значимое для города, и, возможно, в эфире будут происходить какие-то процессы, которые будут сдвигать с мертвой точки и некоторые действительно клинчевые моменты нашего города, которые никак не могут поменяться, никак не могут прийти к какому-то разрешению. Я считаю, очень важно поднимать проблемные темы, особенно если они касаются детей, молодежи и так далее. Конечно, в любом случае важны, чтобы привлекать внимание общественности к различным проблемам, которые в любом случае нужно лишь решать каким-то образом. То есть это, несомненно, важный, мне кажется, такой объект, тем более в телевидении, так как это такой широкий спектр людей, его смотрят у нас в городе, то есть это в любом случае важно. Как минимум только потому, что поднимать вопрос на общее рассмотрение и знать мнение каждого человека, но еще и видеть все развитие этого вопроса и то, как люди на это реагируют. Ток-шоу, конечно, мне хотелось бы наоборот, объяснить и быть личным примером, чтобы паника уменьшилась на самом деле и чтобы не придавать этому значение. И мне хотелось бы донести до слушателей, что на самом деле вот эти события, которые случились, это на самом деле капля в море на фоне других каких-то социальных проблем. Я рад, что здесь есть специалисты, пригласили по СММ, по социальным сетям, и они покажут, что подобным вещам надо наоборот их тушить, не оказывая им внимания. Сегодня нельзя на какие-то кричащие проблемы не обращать внимания. И вот ток-шоу «Прожектор» – это как раз та программа, которая поднимает самые важные темы, которые требуют обсуждения. Потому что если ты предупрежден, как будто в нашем случае, а в этом беспределе надо предупреждать и родителей, и детей, значит, ты защищен. Мы сегодня должны сами себя защищать. Вот это мы и делаем здесь, в рамках этой программы. Самые острые и самые болезненные эфиры «Прожектора» надолго отпечатываются в памяти создателей ток-шоу. Самый сложный выпуск был, это когда мы проводили прожектор после аварии, в которой погиб человек. И на этот прожектор пришла его жена буквально в день похорон с сыном. Тогда женщина с маленьким ребенком, с двумя детьми, оказалась в такой ситуации, когда ее кормилец, ее муж, отец ее детей погиб. Он был военнослужащим, он был единственным, который свою семью поднимал. И в тот момент она оказалась в такой очень сложной ситуации. И естественно, что кроме того, что мы расчетный счет дали на экраны, мы всем каналам помогли собрать ей деньги, мы юридически помогли, мы свели ее с юристами, потому что есть сложности в проживании, да, и в собственности проживания, это общежитие военное. И это было очень тяжело. Тяжело нам всем здесь, ей было очень тяжело, но мы старались как-то оказать ей полную поддержку, и для того, чтобы как-то человек смог пережить это все, наверное, вместе с нами. С одной стороны, это, будем так говорить, ток-шоу, с другой стороны, здесь все-таки люди потеряли самого близкого человека, и это морально тяжело. Знаете, вот тоже не хотелось быть какой-то кухонным политиком, чтобы сидеть и говорить, вот, мажоры, ДТП, ДТП, мажоры, дело не в том, богат этот человек или беден, ДТП может случиться с каждым, дело в безнаказанности, бежать с места происшествия, бежать со страны. И, знаете, вот не люблю, когда СМИ спекулируют, например, вот первое, что появилось, в машине сидел Атошник. Да какая разница, кто сидел? Это долг свой и преклонение перед воинами АТО нужно выражать немного в другом. Это сидел отец, муж, сын, патриот своей страны. Но вот эти вот мажоры, Атошник, это тоже одна из задач прожектора. Избегать этих стереотипов, говорить о том, что называть вещи своими именами, не множить язык вражды. И так его слишком много в нашем обществе. Я стараюсь как бы думать о том, что я уже такой более циничный человек, но это все вранье, потому что какой может быть цинизм, когда это люди, когда речь идет о жизни. Мне эфир, конечно, вот крайне я могу назвать это. В соцсетях эфир по поводу автокатастроф, аварий, которые были. И на самом деле каждый раз, мне кажется, что что-то может произойти нереальное, что-то очень сложное. И, конечно, когда собирали деньги в помощь семье погибшего в аварии, в ДТП, страшном ДТП, и эта девочка стояла там в коридоре, и, конечно, это было очень тяжело. Или когда был деревопад, когда был ураган, и отец сидел у нас в эфирке, и подходишь, и ты не знаешь, что сделать, потому что, естественно, мы все равно проектируем, мы видим своих отцов, своих родителей. И хочется как-то помочь, потому что страшно. Да мы и сами родители. Не дай Господь такое произойдет. Ты подходишь там, ну, простите, что я говорю об этом, да, ну, там денежку, например, положил, или пожал руку, или обнял. И поверьте, вот этим людям иногда это даже нужно больше. Ведь у этого отца, на самом деле, лежала в коме дочь, потому что упало дерево на дочь. И средств на лечение практически не было. Мэрия сказала там, вначале бумажки мы с вами какие-то зафиксируем, докажем, что это действительно от дерева. А здесь время шло на секунды. И, конечно, это запоминается. Был очень грустный прожектор, например, когда осознаешь, что война, это не там, где-то на востоке. Мне кажется, нужно об этом говорить каждую минуту. И в тот момент, я помню, это после того, как самолет, да, стреляли, в тот момент, я помню, ощущалась эта близость этого всего происходящего, потому что город у нас прекрасный, но город действительно особенный. Если читать там классическую литературу, всегда, знаете, мне напоминает почему-то наш город сейчас. Это вот Францию 18-19 веков. То есть немножечко, немножечко такой праздный город. У нас не уменьшились продажи в магазинах, как мы видим, и в кафе не стало меньше людей. И поэтому мне очень важно повторять, и в прожекторе в том числе, о том, что это совсем близко. И должна быть информационная гигиена, информационная безопасность. Последний эфир, о котором мы говорим, это о таких недетских играх, которые приводят к подростковым суицидам. Я думаю, что эта программа носила настолько познавательный характер. Она была не только для подростков, потому что мы сразу определили, что возраст программы, просмотр ее, это 18+, она была больше для родителей, для того, чтобы они оглянулись и посмотрели, чем занимается в этот момент их ребенок. У нас была одна точка зрения наших спикеров, которые высказывались о том, что этого не существует, проблемы таковой нет, дети на самом деле не кончают с собой, и это все неправда. И я заранее знал, что так будет. Я знал, что об этом будут говорить. И причем будут говорить довольно убедительно, потому что у них есть основания у этих спикеров, не буду говорить, кто именно. Но тем не менее. И я понимаю, что у нас есть отличный фактаж. Это видео из Ютуба, из интернета, где мы видим, как действительно дети прыгают с многоэтажа, как они разбиваются, как они гибнут. У нас было даже видео, как молодой парень бросается под поезд. Не бросается, а просто ложится на рельсы, приближается поезд, и происходит просто чудовищная картина. У нас было это видео, снятое на мобильный телефон. И я понимаю, что это отличный фактаж для того, чтобы это был хороший противовес мнению одного из участников. Но в то же время мы не можем использовать это в эфире. Мы не можем показывать видео такого плана в нашем эфире в 6 часов вечера, потому что нас смотрят и дети. И это не то видео, которое можно показать в прайм-тайм. А можно звук дать, пожалуйста? И вот тут мы начинаем думать, а как же выйти из ситуации? Напряженно. Необходимо показать? Нужно показать. Но не можем. Не можем по этическим соображениям. Приходит нам совершенно гениальная идея с моими коллегами. Мы решаем показать это видео здесь, в студии, нашим гостям. А телезритель увидит только реакцию. гостей на это видео. Что, еще прыгаешь? Правда, что ли? Да. Ну, прыгай. Я на прайм-тайм? Что ли? Мне после эфира звонили, писали. Это был шквал звонков. Это было в фейсбуке постоянная переписка. Что там было на экране? Где это можно увидеть? Покажи. Вот. Поэтому, ну, а те эмоции, которые были на лицах у людей, у нас были не простые люди. Они были все взрослые, достаточно, скажем, состоявшиеся в жизни. То есть, это были не самые, не те люди, которых можно легко впечатлить, либо легко сломить. Но даже на их лицах выражалась такая борьба, внутреннее переживание, внутреннее противоречие. И вот в этот момент я понял, что мы поступили правильно. Что мы поступили правильно, что мы не показали это телезрителю, но мы показали это здесь и убедили их. А вот уже через них мы убедили зрителя. Все согласились и сошлись в том, что родители больше должны уделять внимание своим детям. Это основная цель, основной смысл, основной посыл, который вынесли все гости. Я думаю, телезрители тоже. Ну, собственно, и ведущий тоже к этому привел. И мне кажется, что это действительно достойно уважения. Может упасть какой-нибудь софит. Может включиться эфир. Может не заработать плазма. Может позвонить какой-то неадекватный человек, который начнет ругаться. И в этих случаях всегда нужно реагировать сразу, моментально. У меня, как у ведущего, нет времени и нет права на какое-то промедление. Потому что здесь в студии прожектора сидят, скажем, от 20 до 25, иногда даже 30 человек. И по ту сторону экрана, ну, мне сложно сказать, сколько человек нас смотрят, но я думаю, что это десятки тысяч человек смотрят нас в десятки, может быть и сотни, смотрят нас в прямом эфире. И здесь очень важно отреагировать правильно на всякие нестандартные ситуации. Один раз такое было, когда мне даже пришлось выключать микрофоны. Мне пришлось сказать, знаешь, как спикеру в парламенте, отключите микрофон депутату Бугайчаку и депутату Гончаренко. Оба депутата. Это было ярко, это было забавно, это было напряженно, но в тот момент мне было не до смеха. То не надо быть там 14 лет и выходить с гордостью говорить, я горжусь, чем я с Юлией Владимировичем. Ваших соратников с тюрьмы выкупают очень быстро, мы это сейчас видим. А у наших, быстро, которые у ваших бывших соратников меняются. Моих соратников никого, они сидели. Но главное, это командная работа, ведь в создании прожектора так или иначе участвует весь коллектив седьмого канала. Как я поняла, что вообще проект успешен? Он успешен, на самом деле, я в это свято верю. Это когда ребята, журналисты, начали им гореть. Просто нужно понимать, что у журналистов седьмого канала заняты действительно 24 часа в сутки. И это как бы не преувеличение. Ты никогда не знаешь, где ты окажешься в следующий момент. И прожектор – это для них дополнительная нагрузка. Я это прекрасно понимаю. Но тем не менее, когда они говорят и подходят, и говорят, мы готовы работать больше, хотя кажется, куда уже, 26 часов в сутки. Но вот нам очень интересна эта тема. Когда они уже кидают, а вот здорово было бы прожектор по этой теме. И когда ты видишь, что твой коллектив начал гореть проектом, который, в принципе, ты не хотел повесить на коллектив, да? Опять же, мы возвращаемся к тому, что здесь никого не ломать через колено. Вот, веди прожектор. Вот, делай на прожектор. То есть, в основном, когда Настя Кожушка, я вот решила внедриться в эти группы, ну, как бы сама придумывает эту идею внедриться, и это успешно воплощается. Но это дорогого стоит. Я настолько привыкла уже к какому-то техническому процессу, что мне кажется, что каждый как механизм должен быть на своем месте. И вот выполнять свою какую-то определенную задачу. И мне кажется, здесь все вот идеально в этом плане, конечно. Прожектор – это такой, на самом деле, проект, который, казалось бы, делает ограниченное количество людей. Потому что, почему мы пришли в свое время, что команда прожектора должна быть такая очень узкая. Потому что это как много хозяек на кухне. То есть, у одной там рецепт такой, другая добавит специи, и второй хозяйке кажется, ты все испортила. Нет, вот это маленькая команда. Но, тем не менее, каждую пятницу я понимаю, что это тот проект, когда ты не один что-то делаешь. Что если у тебя не будет определенного этого персонажа, этой женщины на трибунах, то твой прожектор не получится. Студия создавалась. Это не плод, не результат одного человека. Это результат целого коллектива. Это строители, это дизайнеры, это техническая служба, которая проводила техническое оснащение. Поэтому это плод и результат работы всего нашего коллектива. Не побоюсь сказать, что на сегодняшний день эта студия, наверное, лучшая региональная студия в Украине. Что бы я изменила, в будущем есть планы – это перейти в еще большую студию и звать зрителей, чтобы каждую пятницу к нам приходили люди, одесситы, которые принимали непосредственно участие. Вы знаете, они очень часто звонят во время эфира и жалуются, что нет звонков. Они так хотят сказать и присоединиться к беседе, что было бы здорово, если бы действительно у нас было еще больше медиаплощадков, которые бы одесситы выражали свое мнение. Я думаю, что, безусловно, этот проект, он единственный на юге Украины. Я, конечно же, отправляла своим коллегам с центральных каналов ссылки на программу. Они советовали где-то, чтобы они хотели бы изменить, и мы прислушивались. Я рассказывала об этом тоже Ане. Он должен стать, наверное, главной площадкой, дискуссионной такой. Но у нас единственное, в чем возникает проблема, в том, что наши все уже эксперты и люди, которые приходят к нам в прожектор, они все уже знают прекрасно этот проект. И они, конечно, хотят высказываться гораздо больше. Так как у нас есть условия для спикеров, это две минуты, не каждый из них может выступить. Но все они теперь хотят быть в главных спикерах, они не хотят сидеть на трибуне, хотя сегодня, на сегодняшний день, мы, конечно, больше даем внимание уже экспертам, которые сидят у нас на трибуне. Возможно, они сами, даже, я думаю, скорее всего, захотят к нам ехать. Потому что, когда здесь действительно происходит настоящий живой диалог, когда каждый может высказать свою точку зрения, и когда эта точка зрения будет 100% дана и услышана, и никому не будут затыкать рот. Ты знаешь, вот я думаю, что телезрители вот сейчас смотрят и вспоминают какие-то ток-шоу, которые они видели на российских каналах. Особенно сейчас, в период информационной войны, когда туда приглашают каких-то вот украинских экспертов, как мальчиков для битья. Им дают слово, они начинают высказываться, над ними либо начинают смеяться, либо их мнение начинают задавливать аплодисментами, либо их мнение начинают задавливать эксперты другого толка, другого лагеря, которые просто уничтожают их в пух и прах. Вот здесь этого нет, не было, и, я надеюсь, никогда не будет. Здесь все равны. Какой бы точкой зрения вы не придерживались, какого бы лагеря вы не были солдатом, вы все равно здесь равны. И каждый выскажется одинаково. Безусловно, мы хотим побольше интерактива. Интерактива со столицей. Сегодня нам дали добро уже депутаты Верховной Рады, которые готовы к нам приезжать. О нем знают, о нем знают в Киеве. И я желаю ему только самых больших рейтингов. Интересных тем. Конечно, хочется в меньшей мере обсуждать негативные моменты. Но, как правило, если говорить со стороны телевизионщика, все негативные моменты – это самые рейтинговые программы. Так что я так подозреваю, что моменты спора будут, конечно, дискуссии. Но в споре рождается истина. Я думаю, что и телезритель, и мы сами будем решать, каким будет прожектор для них и для нас. Нам уже мало того, что мы имеем. Мы сейчас думаем, как нам развить этот проект и куда двигаться дальше. Поднимаем мы самые разнообразные вопросы. Это вопросы жизнедеятельности города, общества, социальные вопросы, криминальная обстановка в городе. Поэтому я считаю, что у этого проекта большое будущее, и он крайне необходим. И мы будем в дальнейшем думать, как его развивать и разнообразить. Прежде всего, конечный результат – это все-таки, чтобы в обществе начали происходить какие-то изменения. Для этого мы поднимаем эти вопросы. Прожектор будет расти, Прожектор будет становиться еще более масштабным, интересным и только в прямом эфире. Каждая полноценно раскрытая тема, каждый довольный гость и телезритель – это еще один знак того, что команда Прожектора находится на правильном пути. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующую пятницу. Нам есть о чем поговорить. Спасибо, мы закончили.